приветствую всех зрителей своего канала с вами баррельченко татьяна и небольшой очередной мой процессик из серии тюльпанов да я начинаю можно было бы не показывать эту обложку но здесь будут нюансы потому что меня не устраивает что внутри обложка белая когда мы будем открывать паспорт это будет бросаться в глаза откровенно будет резать глаза потому что вся будет обложка такая темненькая тяжеленькая да внутри повернули там белая ну собственно я уже говорил о каком-то из своих видео что вижу выход покрасить эту обложку вот так она сейчас выглядит и вот я уже начала эксперимент я подсуну туда пленочку из-под обложки покрасила кисточкой ну и вот остался только сначала я попробовала вот этот кусочек покрасить вот этот смотрю вроде неплохо получается ну не портит по крайней мере не знаю насколько она еще влажная да не зря я вставила туда пленочку потому что видите краситься немного боюсь чтобы не протекла краска и не запачкала мне то что нужно вышивать да мне еще нужно на это смотреть и нужно видеть значки вот как я крашу есть акриловой краски которые специально для ткани но есть специальный такой добавка такая специальная в эти акриловой краски размягчитель чтобы краска при высыхании не стояла колом поэтому ли из любой акриловой краски говорят можно сделать ну собственно краску для ткани но мне повезло у меня есть краска для ткани у меня есть она еще вот такого цвета вот так она выглядит для ткани хотя ей я ей украсила все что придется так ну и собственно говоря хотела показать вам как я это делала обычно окунала кисточку в краску и прям активно активно камеру не удобно мешает сатив ну я вам попытаюсь показать активно активно раскрашивала знаете такое сейчас весь стол будет грязный такое вот воспоминания из детства сразу хотя мне конечно приходится красками пользоваться но это всегда у меня наводит меня на мысль что это такая работа из детства но вы видите да ничего сложного поэтому я наверное уже закончу эту работу без вас и буду собственно говоря приступать к вышивке как я этот процесс организовываю самым обычным способом на резиновом коврике наклейком на липком коврике и вышиваю каждый день одной-две ниточки так было и с очечником с кошельком не исключением будет и этот сюжет и этот процесс почему потому что у меня много других процессов а этот рассчитан на все лето ну вот как-то я так себе дала задание что если я сейчас его не выше он опять отложится вышивать его много времени надо а я вот по одной ниточке собственно не так много времени она и занимает хотя вышивка полная и довольно непростая да я думаю при вышивке обложки при полной зашивки будут нюансы посмотрим как будет себя вести бисер сама заготовка и естественно я обо всем этом вам расскажу в этом видео и так покрашены эти обе части но испортила я знаете чем долго не могла добиться того чтобы не было белых пробелов потом яркий свет от лампы и вот он немножко наморгает и я прокрашивала прокрашивала пока не добилась того что вот видимо от толстого слоя краски уже начались вот такие вот такой блеск до характерной лас и такие это не ткань прозрачная это именно вот краска такая так таким толстым слоем уже блестит в общем перест передумала я больше накрашивать не буду ушел хуже некуда потому что и здесь было прилично нет мне надо мне надо было вот взять видите вот этот блеск сделать хотя было так все хорошо но у меня есть выход у меня была идея я исправлю все это весь этот ужасный вид ну подумал как и чем а потом а пока я приступила к вышивке что хочу сказать по поводу вышивки я видела многие девочки вышивали и жаловались на то что эту работу повело просто вот повело и все потому что ну вы знаете как бисер себя ведет мы пришиваем его полукрестом особенно те кто затягивает чуть потуже бисер вот ну работу ведет но еще зависит от того как правильно скроена сама ткань до для печати подготовлена бывает и не все технологические процессы не выдержит в общем я не стала рисковать и вышивать такими длинными рядами я все-таки решила вышивать по половинке если эту половинку начнет как-то вот вести вот так то эту половинку я просто вышью в другую сторону ну бисеринки будут лежать другую сторону навстречу этим бисеринкам и тогда вопрос решится сам собой что касается опять же вот этого края конечно если учесть как тяжело мне было вышивать кошелек вот где строчка то здесь все намного проще потому что но ткань собственно мягкая что касается бисера конечно эта работа будет немного отличаться от моих предыдущих работ если вы можете заметить ну как держу здесь совсем нет белого здесь есть светло-розовый розовый потемнее и красный ну так случилось что здесь этого не получится не получится немного тюльпаны будут такие светлей нежели здесь сначала я хотела все таки цвета используются все те же самые но добавляется белый если бы я использовала только эти цвета тюльпаны были бы очень темные очень темные в общем мне либо светлые тюльпаны либо очень темные потому что зашивать полностью вот этот цвет но здесь два светлых они применили но два светлых это вот эти два оттенка а потом тюльпаны зашиваются вот этим темным ну если мне использовать все как вот в этом кошелечке и будет очень много темного тюльпаны будет уменьши и темнющи в общем я решила все-таки нет сделаю я как хочет производитель и что касается именно самих бутонов что касается листьев здесь у меня использовалось 4 оттенка зеленого здесь используется три оттенка зеленого и предлагалось не по крайней мере вот этот цвет предлагался другим я его решила сохранить чтобы цветовая палитра хотя бы зелени была сохранена но посмотрим что получится если учесть что здесь мы использовали 10 цветов бисера здесь будет 8 цветов бисером естественно заготовочка немного не так проработана детально в общем посмотрим что получится это не тот вариант из-за которого стоит уж больно сильно расстраиваться главное что сюжет тот же самый цвета все-таки более или менее те же самые добавился белый фактически из вот этих десяти из вот этих десяти я использую 7 только два просто не хватает и один заменил заменен на белый в общем я думаю что хуже не от этого обложка не будет посмотрим что получится как получится повышеваю потом подумаю вопрос с украшением вот этого вот этих двух пока как называть то господи ушки под на реки держатели вот и посмотрим насколько будет вести или не будет вести эту работу мне хотелось параллельно сразу взяться и пришивать вышивать по ниточке здесь и по ниточке свою обложку ниточки остались но здесь кстати все соблюдено также здесь и ничего проблем также как кошелечки но мне не хотелось на коврике делать бардак напрягаться уж лучше все делать по очереди но почему-то я решила ладно сделаю все по очереди так что вот такая работа меня ждет предстоит долгая за неделю за нее не бралась вышивала немножко другие процессы решила от нее отдохнуть и вот все-таки сегодня взялась ладно посмотрим что у меня получится естественно для вас это будет буквально через несколько секунд для меня это будет через довольно продолжительный промежуток времени итак девочки половина паспортной обложки на паспорт отшита почему я сейчас делала включение и что мне хотелось вам показать вот вы видите да надеюсь вам всем видно как повело этот угол спустился этот угол стал очень острым при желании можно бисер немножко растянуть в разную сторону естественно если я продолжу вышивать в том же направлении бисер конечно его поведет это будет ужасно поэтому сейчас я крутил и вертела рука же как бы в руке привычно вышивать но определенным способом в одну сторону и мне как-то в другую сторону бисер положить уже достаточно сложно чтобы это было быстро и удобно но я просто развернула если я вышивала вот такими короткими рядами то теперь я буду вышивать вот такими рядами что по привычным способом но зато у меня будет в другую сторону есть и бисеринки у меня лежат ну как бы ниточка лежит вот так а бисеринка в эту сторону то сейчас будет все наоборот то есть бисеринки будут навстречу друг другу идти но посмотрим что выйдет из этой затеи выхода другого нет растягивается но теряет форму очень здорово в общем в целом видно этого не будет тем более мы можем немножечко подтянуть без но вышивая полукрестом все знают даже вышивальщицы которые вышивают крестиком полукрест дает деформацию полотна ну а бисер тем более да дает такое утяжеление хорошее и дает деформацию полотна конечно ткань очень мягкая тут я красила видите закрасила ткань очень мягко после вышивки я вышивала мика все лето на там такая плотная ткань с хорошим дорогим флизелином судя по всему и и вышивать на вот этой тряпочке даже как-то не знаю тяжеловато на самом деле тем более полная зашивка да ну вот она вот такая вот хилая ну ладно здесь есть конечно флизелинчик такой слабенький достаточно вот он махрится очень здорово ну в общем продолжаю вышивать получается неплохо очень симпатично посмотрим что получится в конце вот если вы помните я по должна была вам показать сейчас уже не помню давно снимала плотная очень получилось после покраски но вот это я постоянно пользовалась гнула ее и она стала помягче помягче и вот лучше сейчас посмотрим вот это очень плотно и пока я буду ее мять в руке да по неволе она должна получиться она должна будет ну стать помягче конечно вышивать вот так вот так вот так а потом под самый этот забраться мне возможно будет очень тяжело но что делать что делать буду изловчаться ну и что вы думаете закончила я работу но снять видео об этой работе у меня не получалось не получалось потому что но потому что оказывается работать без выходных быть мамой и женой совмещать еще и вышивку и блогерство не получается нет но не то чтобы не получается ну надо ввести видим в режим но я сюда пришла не жаловаться показать вам готовый результат и вот о чем я вам и говорила собственно говоря вы видите да форму данного данные обложки на паспорт она сюда сместилась и сюда сместилась если бы я не поменяла вот в этой части направления бисерин то есть они у меня идут навстречу друг другу то вот эта штука переместилась бы сюда и вот эта обложка приобрела бы форму ромба что я хочу сказать я хочу вам сказать следующее что я еще не надевала на паспорт но мне кажется что в принципе этого у греха видно не будет потому что немножечко растянув ну сейчас в общем я надену на паспорт я взяла его с собой специально да вот у меня кожаная ложечка я хочу померить как он будет осмотреться вот этот угол на обложка на самом документе собственно ничего сложного не было я подозревала что мне будет тяжело забираться вот в эти углы вот эти углы но в принципе а засунув руку вот сюда все можно было сделать совершенно не жалею что я покрасила на вот эту часть потому что конечно меня коробил этот белый цвет безумно сзади все естественно видно но это не существенно потому что паспорт все спрятят сейчас я попробую надеть обложку и вам покажу ну и вот он мой паспорт все хорошо смотрится самое главное что он очень красиво и его приятно взять в руки конечно обложка достаточно свободно и что интересно у меня уже паспорт нового образца я его получила меньше чем год назад до 45 лет я поменяла паспорт и предыдущий паспорт ложился в эту обложку идеально то есть я так понимаю что он был на несколько миллиметров побольше эта книжечка чуть чуть меньше но мне кажется это неважно главное что у меня она но и надевается он соответственно легче да немножко этот угол перетягивает но я думаю что знаете еще что можно сделать можно просто натянуть его растянуть в разные стороны подложить под что-то тяжелое он примет нужную мне форму мне так кажется что я справилась так это справилась бы с этой задачи легко но не знаю буду я это делать нет меня в принципе так все устроит вот очень красиво да свободновато конечно надо подумать что мне сделать чтобы она была чуть потуже я наверное потайными швами вот здесь прихвачу чтобы он был потуже немножечко сидел вот так прихвачу вот здесь то что прям вот видите лишний лишнего кусочек я причем ожидала этого но но боялась что увидите вот лишнее чуть-чуть что он подсядет потому что когда я вышиваю изделия значительно меньше становится мне так кажется стягивает немножко бисер ну вот все работа закончена честно сказать я ожидала гораздо худших впечатлений но и отшивался легко просто затянуло потому что я не каждый день и не по много так 1 2 ниточки вот он у меня и вышла но я давно хотела себе полную зашивку обложку на паспорт если учесть что мне к нему есть очешник их есть к нему кошелечек вот здесь будет видео об этом все желаю вам девчонки хорошего настроения радуйте себя балуйте себя сейчас грядет осень осень это только золотая пора несет хорошее настроение а потом начинаются бри октябри-ноябри-декабри да это слякотно это грустно но не будем унывать в любую погоду у нас есть любимое хобби наслаждайтесь получать удовольствие обязательно встретимся в моих следующих видео и всем пока